АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, дорогие друзья, мини-группа в спорте. Рада приветствовать вас в Отрадном, где сегодня встречается команда 2007 года рождения в рамках Кубка города Москвы по хоккею. В сезонах 18-19 встречается команда Синяя Птица и Вымпел. Стартовала наша встреча, Синяя Птица играет в две пятерки, игроку Вымпела чуточку побольше. Мы посмотрим, как сложится сегодняшняя наша встреча. В разном положении команды подошли к сегодняшней игре. Синяя Птица небольшой подъем образовался на теле, у них две победы подряд. После не самого удачного старта второго этапа, кажется, нашли свою игру с сегодняшней хозяйкой. Ну и Вымпел в последней встрече. Крайняя встреча была этого, Куру одержал Викторию, и поэтому так на победной ноте команда вступает в сегодняшнюю игру. И посмотрим, кому удача улыбнется сегодня. На практически одинаковых позициях расположились команды. О, ну мы играющие сегодня команды в активе по две победы, по пять поражений. Располагаются на десятом и одиннадцатом месте, соответственно, чуть выше находится Вымпел побольше. Забрасывают ребята, но все-таки побольше их пропускают. В среднем Вымпел забрасывает три с половиной сайбы за игру. Акина. Начали у нас команды. Атаки на одни и на другие ворота уже у Синя Птицы была. Одна неплохая атака и неплохая возможность для того, чтобы открыть счет сегодняшняя встреча. Ну, собственно, с их состава давайте мы и начнем. Владислав Коровин номер 38-й, Иван Кулешов номер 91-й, капитан команды. Егор Костяев номер 16-й, Артем Бычков номер 31-й, Роман Галка номер 88-й, Илья Александров номер 15-й, Иван Зимичкин номер 14-й, Ярослав Юшков номер 25-й, Тимур Доронин номер 83-й, Владислав Геровин номер 64-й, Алексей Воробьев. Номер 2-й, Михаил Шавлов, номер 6-й. Да, вот так. Весь состав хорошо. Хотел бы я даже поблагодарить представителей Синеркиса, которые предоставили у меня состав, расположили им все по зрениям, указали, кто капитан, кто ассистент, но, конечно, с таким составом всегда приятно работать. Состав команды Вымпел. Глеб Авершников номер 1-й, Вадим Подгребельный номер 72-й, Константин Махов номер 3-й, Данил Елькин номер 4-й, Владимир Коварин номер 7-й, Кирилл Зима номер 12-й, Ярослав Мелехов номер 15-й. Ну, так, пока я тут объявляю, что Вымпела в гости неплохо. Такую чужую зону, но, правда, их бросок. Не дошел до ворот 2-й. Продолжен лошадь и состав Савелий Копылов номер 33-й, Семен Макаров номер 34-й, Данил Игнатов номер 42-й, Владимир Демкин номер 56-й, Александр Тер Карапетян номер 57-й, Михаил Бажанов номер 71-й, Михаил Барсуков номер 87-й, Владимир Давыдов номер 89-й и Егор Зорько номер 97-й. Главный тренер Антона Павловича Буханцева, у Семен Пицца главный тренер команды Михаиловича Василий. Ну, все, окунемся в новую игру. Активно. Такое завито начнет там. Я сейчас, увы, это может быть опасная атака, а бросок, но и нет. Немного бесхитростно. Продолжение Ярослав Мелехов в этом моменте, когда было бы принесли убойные позиции для того, чтобы поражать ворота Владислава Второй. Но тут Коровик молодец, сориентировался вот. На моменте не стал дергаться от одного угла ворота к другому, но четко занял свою позицию и принял бросок Мелехова на себя. Ну, вот так вот повнимательнее, конечно, надо быть защитником Семен Пиццы, не пропускать таких опасных атак на своего рода, потому что хорошие нападающие в Ункле, я думаю, своими возможностями, если будут предоставлять, они обязательно воспользуются. В новую атаку начинают гости. Передача в центр нерасторопна сейчас. Распорядился Шайба Перкарапетян, атака на ворота его команды, бросок. С центра добивания, нет, не пропадает сейчас ворота нападающийся на Пиццы, не уверенно. Немного в этом моменте сыграл Вадим под гребень, именно он защищает ворота своей команды со старта встречи в качестве бэкапа. У него выступает Глеб Авершенко, а у Семен Пиццы нет. Второго голкифера, только Владислав Коровик защищает ворота. Атака на ворота Коровина, по борту сидим, запускается Шайба, передача на Бажанова. Бажанов бросок, потому что не точно, не кинута Шайба, вторым темпом продолжается атака Вымпела. А шипер передача, перехватывая Шайба, Семеня Пицца. 3 в 3, идет атака, оставление в угол. Бросок, еще один бросок, тут вновь подбивают Шайбу перед собой под гребельной. Не самым уверенным образом пока что действует Шайба, отбивает Шайба перед собой. Но также отдадим все-таки должное под гребельному, что быстро с тобой он свои ошибки и подчищает. 4 минуты. У нас уже прошло старт первого игрового отрезка. Вымпела поактивнее, пока что смотрится Синяя Птица, постремительнее. Их атаки на собственные Вымпел не отсиживается в защите, свои атаками отвечают. Но вот пока что Балкипер свои ворота держит на замке. Бросок от Синяя Линия наносил. Этот бросок. Защитник Роман Галкин, восьмого номера, ассистент своей команды. Еще один бросок, их потерял. Равновесие Балкипер Вымпела уже практически в положении лежа. Он находился, когда пришелся бросок по его воротам. Ну вот молодец. Балкипер сумел отродить бросок Ивана Кулюшева. Но вот после всех, где были защитники Вымпела в этом моменте. Вот так совершенно одного нападающего Синяя Птицы оставили они под своими воротами. Ну и что-то спасибо Галкиперу, который в этом моменте не спахал. Вы сейчас обратите внимание, потому что не видно телекартинку. Для вижу, я сказал, говорит тренер Вымпела Синяя Птицы. Видимо, он обращает внимание на эти моменты, что вот такие ошибки надо исключить. Все, если исключить. Неплохая атака Вымпела могла получиться, не селела. Вот атака взрослится логическим броском. Он торопит Синяя Птица. За ворот уходит Шайба. Подбор с защитником Вымпела. Перевод под синюю линию. Хороший выход из зоны получился. Перевод на Демкин, на Демкин. По левому фангу вырывается в зону. Вырезает угол бросок. И нет. Уже показалось, что в воротах. Выйдет Шайба. Некуда ей деваться с сантиметром. Останге разминулся каучуковый диск. А ответ хозяев. Нет. Очень здорово сыграл. Нападающий Вымпела не позволил протянуть Сайбу через себя. Но игроки Синя Птица. Отстают в отборы. Так же здорово играет. Можно входить в зону. Бросок выше. Влетит Шайба. Скидывал. Подгребельный свою руку. На всякий случай в авдур. Шайба залетит в верхний угол ворот. Но еще не тот. Так же Лошайба. Галкин. Подбирает Галкин. Сайба с угол ворот. Но перед смехом. Пока что идет. Томатный. Вот это у нас и седневостный проброс. Фиксируют арбитры. Да. Выносит. Он бросает противоположную зону. Появляется Синя Птица на площадке. Зайна Рускова. Проиграл. Миросковое бросование. Ерохин. Рускова на упередачу сделал Ерохин. Бросок не было. Не точно. Потому что реализация подводит гостей. Неплохие моменты. Они сидят у чужих ворот. Но вот последний бросок. На правилах спора Рускова не попадает. Борьба. На границейной линии выходит. Шайба в среднюю зону. Коплок тоже доставляет ее обратно. Но первым на шайбе оказывается в защите коллекции Воробьев. Воробьев входит за ворота. Хорошо. Выграет на вираже. Дает на нападающего. Перевод на правый фланг. Зеницкий. Зеницкий оставляет на Южкова. Южков. Бас на пятак. Бросок. Гол. Одинной. Открыть счет. Сегодняшняя встреча. Все здорово. Как по учебнику сделали игроки с «Синяя птиц». И под песней Ольги Бузовой начинают активно праздновать свою заброску шаги. Ну вот так вот. Здесь у нас в канцелях инерриги «Омский авангард», который активно сотрудничает с «Соргой Бузовой». Ну вот и «Синяя птица». Все равно летают и не отстают на модных трендах. Одинной. Здорово. Все сделали хоккеисты. «Синяя птица» в этом моменте. Отметим Ярослава Южкова, который не поспеснялся, прорвался. Ее в зону гури за на пятак отдал на Тимура Доронин. Ну и Тимур в этом моменте не растерялся и своим точным броском переиграл Вадима подгребельного. И открыл счет сегодняшнего встречи. Посмотрим, как скажется эта шайба на ход игры. Быть может, немного обозляться. Хоккеисты «Вымпула» захотят они восстановить равновесие, но в то же время хоккеисты «Синяя птица» могут воодушевиться. Вот и заброшенная шайба, и еще больше пойдет вперед. Но пока что в атаке гости. Расстрел на пятак, бросок. И сейчас счет может стать один-один. На самом деле классно все сделали хоккеисты «Вымпула» в этом моменте. Передача на пятак совершенно не прикрытый. Оказался нападающий, бросок в одно касание, но так немного устануло. Шайба выражает такие же терминологии, и бросок получился не самый опасный. Поэтому Владислав Коровин с этой шайбой справился. Да. Опасный. Иланк выходит шайба в среднюю зону. Первым на этой шайбе окажется Семен Макаров. Подбирает Макаров шайбу. Уходит за ворота. Перевод на полборта. Не выходит шайба из зоны. Перехватывает шайбу вновь Юшков. Юшков. Тут арбитр много Юшков унушает. Передача за ворота. По борту запущена шайба. Но вновь не удается в Умпелу выйти из своей зоны. Очень хорошо в прессинге играет синяя птица. Вот только сейчас Макаров вновь возвращает себе шайбу. Вновь тут недовольны. Отдельно взятые болельщики. В ходе другой команды с утистными решениями. Ну, в принципе, это удивительно. У нас характерная тенденция для детского хоккея, что если арбитра притекует, порой не совсем обоснованно. Но такая участь у нас арбитра в современном детском хоккее. Вновь остановлена встреча. Поторопились гости с отходом в зону. Зафиксировал арбитр в положение вне игры. Меняя тренер свои игровые впечатления. Появляется у птицы на площадке звенок Егора Костяева. В то время как у Умпела на площадке звенок Владимира. Давыдова выиграл. Давыдов в точку. Поврен. Здорово, как Поврен порывается за ворота. Прострел еще один на пятак. Тут хитро. Замышлял Владимир. Попытался только к словечкам от руки. Владислава Коровина завести ворота в синяки. Вот молодец. Коровин, наверное, прочитал на этот момент. Устет выставить руку и преградит. Пусть там это стоит в воротах. Еще одно выбрасывание. Вновь он остается за вунком. Тут, правда, бороться необходимо за шайбу. Отбор за синяя пицца. Пас на правый фланг. Набирает сейчас скорость. Кулешов, Кулешов. Попытался прорваться. Как чужий ворот. Но вот на этот раз защитник импела жестко. Поставил корпус руку капитана. Синяя пицца. И не позволил. Кому быть, он, наверное, вы со своим голкипером. И вновь. Средняя зона шайба. Уже это практически 10 минут. У нас проводила старта встречи. Очень быстро протыкает у нас сегодняшний матч. Очень хорошие скорости задают команды. Но отлично, что играют команды с одного поля со турнирной таблицы. Равные по классу и по мастерству соперники. Ну и поэтому неудивительно, что мы видим атаки и на те, и на другие ворота. Копылов. На правах защитника. Тут не стесняется подключаться к атаке. Уходит за ворота. Делает лираж. Роняет кого-то из защитки. Но потом и сам. Копылов упал. Еще один раз. Поврян. Тут назвал я Копылова защитником. Но нет. Возле ответ номинальный нападающий. Просто стартовал с позиции защитника. Вот показалось мне, что как универсальный защитник и составит Увынкова. Продолжается. Атака гостей. Бросок со входа в зону. Но вот этот бросок никакой. Бросок для Коровина. Не представлял очень уверенно. Владислав играет своей ловушкой. Нас дает вторую арбитру. И дает возможность поменяться. Вновь зону Яшкова на площадке. Выигрывает Яшков. Раз. Начинаю заметить. Сегодня форвард Синяя Птица по 25 номерам. Очень приятно. Посмотреть за его игрой. У нас удаление. Сейчас будет. Будет она в составе. Синяя Птица немного переусердствовала. Козляева в этом моменте. И за. На которой Раконел Ильичева с шайбой. Алексей Воробьев наказан. Минута. Удаление. Оставляет свою команду поиграть в четыре. И неплохая возможность для гостей для того, чтобы счет сегодняшней встречи сравнивать. Тут меняет Роман Николаевич Васильев. Слово обороняется четверка. Детальные замены идут. Появляется четверка Ивана Кулешова. На поле. Выигрывает Кулешов раз. Очень здорово он все сделал в этом моменте. Преиходит Кулешов из своей зоны. Да, тут немного поторопиться. Кулешов со входа в зону. Но тут, наверное, не сам Кулешов поторопился. Так немного затолкали Кулешов в чужую зону. И вот Артем Бычков предъявляет. Претензии своему партнеру. Мол, все, что я такую профессиональную атаку сорвал. Ну, в принципе, когда ты играешь в обороне в формате 4 на 5. Все-таки первоочередная задача. Это не пропустить. А если удастся, можно, конечно, и забросить. Вот, например, вчера. Упоминали мы, Желкий Авангард. О чем мы покажем. Вчера в рамках клей-офф уже Кубка Гагарина. Кулешов из стартовала. Впрочем, Казахстан, класс. Барсы на мячи играли в меньшинстве. И забросили в формате 4 на 5. Казалось, что Шайба одно из самых ключевых. И во многом, благодаря этой Шайбе Авангард. Он во вчерашней встрече, казалось, очень важную победу. Ну, ладно, вернемся в нашу встречу. Тут и вновь игроки Вымпела ошибаются. На синей линии Бычков. В угол площадки уходит Бычков в Шайбе. Но тут не удалось борьбу выиграть. А ответ Вымпела пока что не самое вразумительное большинство у них получалось. Может, сейчас что-то повышится, но нет. Ну, так-то просто пройти через Романа Галкина. Галкин выводит Сайбу Галкину в свою зону. Тут нельзя было Копылову трогать шайбу. И вновь арбитр стричок останавливает. И еще один игрок должен появиться у синей птицы на площадке, что сейчас и происходит. Теперь обращается четверка Юшкова. На льду Юшков. Здорово все делает Юшков. Но вот не получается. И самому взору Галкин в полном составе. Синяя птица. Ничего, что-то не получилось у Вымпела в формате 5 на 4. Тут сейчас чуть было и гостя. Не схлопотали на ровном месте удаление. Перехват от Вымпела. Комбернака 2 в 1 может получиться. Но тут немного затянул с принятием решения Егор Ситников. И Сайбу Ситников потерял. Юшков покидает шайбу пределой площадки. Попытался Юшков прокинуть шайбу себе на вход. Но тут махнул. В защите Вымпела клюшка. И шайба точно скамейку с нефтицей попала. И переходом в городской будет средняя зона. Вновь последствия в городской у нас за синей птицей. Гаронин. Бросок. Вот вновь обратить внимание. Не уверенно как-то играет подгребельный. Вновь отбивает шаги перед собой. И вот нашествие подгребельного никого на добивание у синей птицы не оказалось. Конечно, это и повод задуматься для галкипера Вымпела. Но в то же время повод задуматься на подачи к стене птицы. Которые все-таки после броска должны активнее бежать на добивание. И создавать график под сужими воротами. Чтобы в случае чего воспользоваться вот этим отскоком от галкипера. Борьба в средней зоне. Тут уронили на лед. Одного из хорда Вымпела. Это у нас был Ярослав Мелехов. Ответ птицы. Делает выраж. Четырнадцатый номер. Пас на пятак. Вот и никуда. Потому что эта передача много переутерствовала в этом моменте Иван Зимницкий. Вновь отбор за Доронином. Я помню, что автор единственный. Заброс на шайбе в сегодняшней встрече это Тимур Доронин, который есть сейчас. Не то чтобы хороший момент на судьбе. Он носил. Бросок. Куешов. Ворвается в центр. Бросок. Ну не, слишком не точно. Потому что если бросок можно было попробовать чуть-чуть подальше. Прорваться шайбе. Куешову к Куешову. Борьба на полборта. Остается у нас за птицей. Еще один пас. Куешов ставил Копус в надежде, чтобы потом с разворотом наносить бросок. Куешов. Но так не дают уже так просто. Хозяйничать джевройзону Куешова-хокеистка Винкова. Галкин. Бросок. Отс на линии Копылов принимает шайбу на себя. Такая позиционная атака самая настоящая сейчас получается у синей птицы. Устраивает хозяева между собой перепас. Еще один бросок. Добивание. Ну вот иновь перед собой отбил шайбу Галкипер вымпела. Галкин. Подключился Галкин к атаке. Встал на его место Куешов. Ну вот сейчас Галкин с неудобной руки наносил бросок. Но этот бросок получился слишком неточный. И шайба у нас поднимала пределы площадки. Последняя минута первого периода. Объявляется для информатора. Очень быстро пролетел у нас первый гравотрезок. Пока что только одну заброшенную шайбу мы увидели. Но момента была. Особенно у синей птицы, наверное, чуточку побольше. Но их кистовым птицам могли забрасывать. Но вот их реализация пока что подводит. Проброс. Сейчас будет. Да, не зашел Бажанов за красную линию. Бросал уже после пересекти иную линию. И то есть партнеров Юсу добраться первым дошебным. Поэтому совершенно справедливо. Арбитры зафиксировали проброс. Юшков. Он уставит на обрасывание. Выигрывает Юшков Брасно. Вновь смущается центр. Но нет. На этот раз не дают. Добить защитники вымпела. Покинула шайба. Зона вымпела. Нельзя было на подаче с этой шайбы касаться. Зимницкий. Ну и Зимницкого не получается войти в чужую зону. Копылов. Здорово Копылов как играет. Продавливает Ерохина. Бас на пятак. Брасок. Нет. Выручает. Сейчас. Он не стал столовым. Просто шуловой. Сейф совершает. Страшворот синяя птица. Ну да. Конечно. Попровалились. Очень. Рискованно. В своей зоне защитники синяя птица. Остались мужчины одного нападающего вымпела. У нас бы все. Уже некуда деваться с шайбой. Но нет. Было против. Владислав 2 такого исхода. И звучит сирена. Перерыв. У нас. Несколько минут. После чего наша встреча продолжится. Но пока что перерыв. Ну что же. Все готово. Для старта второго. Первого отрезка встречи между командами синяя птица. И выиграл с шагом 1-0. Деревые хозяева. Точный бросок в активе Тимурал. Второй не наводится. Так что больше мы заброшли. Так не увидели. И надеемся, что второй птица получится по результативу. Борьба. Беги площадки. Остается эта борьба за синяя птица. И Александров забросил шагу за ворота. Тут же вступал в борьбу Артем Бычков. Это здорово как он сыграл Александров. Не позволил убежать Кумпелов в контратаку. Поставил шагу в чужой зоне. Только сейчас. Снимается новая атака. Начинает из своей зоны. И ошибка. Передача. Переход. От Михаила Бажанова. Копылов. Расшиваются. Копылов. Кулешов. Галкен. Делает Галкен вираж. Конечно, видно, что не стесняется подключаться к атаке Галкен. Не всегда. Но это успешно получается. Но в то же время все равно какую-то угрозу для команды соперников эти подключения представляют. Перевод. На Бычкова. Не самый хороший прием получается у Артема. Елькин. Ошибает с Елькин передача. Александров. Бросок. Но выносит. Неуверенно играет подгребельный. Не сильно он на этот раз. Точно зафиксировать шайбу отскочил. Анатливой ловушке. Бажанов. Не получилось. Броски с подзащитника. Кулешов. Борьба на вернице с сильной линии. Неплохо. Этиисты хозяев смотрятся в борьбе. Очень часто они выиграют на такие важные единоборства. В углах площадки и в средней зоне. Ховрин. Сейчас как-то потерял позицию Александров. Как мне показалось. Позволил подавить им Ховрин у себя. Длинная смена получается у нападающих. Синябийцы до сих пор находятся на площадке звено Егора Костяева. Уже две минуты находятся ребята на площадке. И вот, наверное, выглядит потому, что немного переиграли. А не смена сейчас такой опасный брасок. По их воротам пришелся. Но все-таки и хоккеисты вымпелы. Также отыграли на фоле 2 минуты и 4 секунды. Поэтому, наверное, нельзя говорить, что кто-то был свежее. Но все-таки смена так долго, наверное, играть нельзя. Привыкли мы, что во врослом хоккее смены по 30-40 секунд. Время, как в детском хоккее. Но вот, как минимум, минуты две у нас протыкают смены, что, конечно же, не совсем правильно. И потом ребятам придется перестраиваться. Потерял на весе кто-то из хоккеистовым. Но, тем не менее, продолжается их атака. Уходит Шайба на левый фланг. Там первый на ней будет Егор Сетников. Красот. С неудобной руки тут череда взаимных ошибок от игроков той и другой команды. Люхарь снять все из своей зоны. Доронин по левому флангу прорывается. Там очень активно сопровождает его Константин Бахов. Доронин по левому флангу прорывается. Нельзя, да, покоропились. С афоном в зону в гости. Кажется, даже не видел партнер, что корот и его команды находятся в чужой зоне. Поэтому нельзя было пересекать с синей рюни. Но вот на всех флорах полнется. То есть, таки из-за вынкала. Поэтому Арбитра все равно справедливо. Герои точили, но и положение в Ниле. Немного грешат у нас. С теми хоккеистовым пила вот таким вот преждевременным ходом. Другую зону далеко не первая ситуация. Подобная ситуация сегодняшняя встреча. И поэтому так немного у нас на отрезке раздывается наш матч. Начинает синяя птица свою атаку. Он очень плохая передача получает у защитника. Проброс. Сейчас зафиксирует Арбитр. Но можно предъявлять претензии к Александрову. Сейчас и тренер подзывает к себе Илью. Напомню, что главный тренер Снегица Роман Николаевич Васильев очень активно по ходу встречи он работает с своими подописнями. Раз за раз им что-то пытается объяснить, что-то подсказать. Поставит в нужную позицию. Но вообще пытается всяческими образами игру в своих подописках улучшить. И прямо по ходу игру что-то видоизменить. conocer часы, такую технику сейчас демонстрирует Егор Костяев. Борьба в углу площадки. Галкин. Слишком сильно сделал Галкин передачу-отбор. Тручка соперника. Пришел каучуковый диск. Передача на Фоврина. Фоврин выводится из своей зоны. Не делится пока что передача с партнером. чисто под зону успел партнер с коньками за 7 линия. Вот только сейчас Ховрин сделал передачу на пятак, но вот эта передача получилась в никуда. Кулешов набирает скорость на Иван, но выражая положение в ней грустнее птица. Был момент в первом игровом отрезке, когда Артем Бычков уносил шайбы к тяжеморотам, а Иван Кулешов потопился ходом зоны. И вот сейчас получился в случае сюда наоборот момент, когда Кулешов был шайбой, Артем Бычков поторопился. За ходом зоны, и арбитр остановил. Но Ившков появляется на площадке, выигрывает бракный 25-й номер. Местный был Махава, Махав отдает Сутникова, Сутникова, Сутникова приема, Земницкий. Бросок Земницкого отбивает, от Гребельный этот раз уверен. Сыграл Вадим, Воробьев отдает за ворот, но там никого почему-то нет. Из игроков Синяя Птица Юшков здорово действует в отборе, смещается в центр. Затемился сейчас, мне кажется, с броском. Ярослав, еще один бросок, у меня это раз Воробьев прикладывается к чужим воротам. И на этом атака Синяя Птица походит к концу. Пас в среднюю зону. Юшков. Здорово, как Юшков обыграл защитника выпало Семена Макарова. Но Макаров молодец, исправился. Посмотрите, через секунду прервал у Юшкова к своим воротам. Воробьев ошибается. Воробьев в передаче. Махав отдает Махав за ворот на отложенном штрафе. Сейчас играет Тайкинского импула. Еще одно удаление будет у Синяя Птица. Второе подряд. Пока что хозяева не играли в большинстве. Но теперь уже второй раз будут играть в меньшинстве. Прошлое большинство вымпула получилось. Но совсем никаким. Посмотрим, как случится. Вторая попытка. И удален у нас Алексей Воробьев. Кажется, это уже второе удаление для Алексея Воробьев. Вот так вот. Два удаления и оба у Воробьев. Клюшов уходит с твоей ворота. Сильно в бой из своей зоны. Бажанов Бажанов наверное хотел соперник сделать удач. Наверное, только так можно объяснить. Так что у Галкина оказалась тайба. Галкин уходит за ворота. Конечно, защитику не особо надо вот так лететь в атаку особенно когда он играет в формате 4 на 5. Еще одна щитка у Вымпела. Немного затягивает с броском по кисти Синяпицы. Теперь бросок Балкина вот на этот раз подгребение просто вышивших это похвал. Играют очень уверенно холоднотонно. Сыграл он своей ловушкой. Начал говорить о том, что немного затягивает с броском по кисти Синяпицы. Даже вот сейчас был момент когда смещался центр нападающей можно было бросать, но зачем-то эти лишние движения к воротам делают форварды хозяев в сути уже момент для броска оказывается упущен. Падки вне и с ней по расторону. Надо действовать и быстрее принимать решение. 50 секунд появится на площадке оштрафованный Алексей Воробьев. Как и в прошлом большинстве ничего не получилось у Вымпела. Больше атаковалось именно они бросали кучу воробь в то время как Владислав Хоровин скучал. сейчас поаккуратнее надо было меняться с ней отъяснили. Было 6 волевых игроков не усмотрел в одном из эпизодов арбитр. Бросок по воротам Владислав поднимает арбитр руки вверх. Сейчас посмотрим будут ли дисциплинарные взыскания. Причем они довольны. Игроки Вымпела сигнализируют об этом арбитру. Но нет. Никаких не будет. Не будет у нас никаких удалений. Но тут как я понимаю предъявляют претензии и тренеры и игроки Вымпела к арбитру. В том плане что остановил преждевременно. Арбитр встреч еще не успел накрыть шайбу. Владислав Короин так уже прозвучал свисток. Но вот если так то конечно да. Надо все-таки держать Нитигри под контролем арбитру чтобы в таких опасных моментах атак Вымпела не останавливать. Продолжается у нас встреча с шайбой. Иван Земницкий Земницкий отдает на Вескова. Очень здорово взаимодействует между собой эта пятерка. Именно на их четырех заброшенная шайба. Демкин как-то неуверенно сейчас действует Синяя Птица и попасть на передачу прошла у Демкина. Продолжается атака гостей. Вот Добраска его не доходит и ответственное в лице Доронин пока что никто не поддерживает Доронина в этой атаке уходит Доронин за ворота пас на пятак бросок добывание нет Верный сейчас момент был хозяин того чтобы удваивать свое преимущество но вот не стоит Моувимпл а идет опасная атака но вот Копылов пожадничал в этом моменте мог он пораньше отдавать передачу на правый фланг на Теркарапетян но Теркарапетян бездар в своем моменте сейчас воспользовался Александр Теркарапетян 3 в 1 шла атака но после этого решил бросить Теркарапетян но ладно бросить в принципе отмечают многие тренеры что если идет атака 2 в 1 3 в 1 она завершается броском это уже не плохо но вот когда получается такой невнятный и невразумительный бросок то лучше наверное попытался Теркарапетян сделать передачу еще один момент то вымпела но вот так активизировались гости с сегодняшней встречи еще один опасный момент они сумели создать его ворот Владислава Коровина слышат с участков болельщики а у нас судя по всему 30 секунд перерыв берет кто-то из тренеров так команда вылет берет тайм аут ну я думаю в принципе понятно мне решение от тренера Антона Павловича Буханцева сейчас так на ходу его команда вот хотя сменой ранее у ворот именно его команды был очень опасный момент могла вторую шайбу свою забрасывать Синяя Птица но потом в контратаках неплохо выглядел Бумпел доставляли они угрозы Владиславу Коровину но вот Коровин молодец по-прежнему держит свои ворота на замке подошел к концу тайм аут но в принципе даже услышал что говорит тренер Синяя Птица благо он громко разговаривает ну и попросил сыграть попроще своих ребят не суетиться играть свою игру которая у них по сути сегодня идет но вот тренер Бумпела что-то рисовал на планшетке своим подопечным видимо какие-то найгерные ранее на тренировках схемы он напомнил своим ребятам и посмотрим сметно как быстро будем эта схема воплотить в жизнь Брасок от синей линии ну видим момент броска коровин поэтому с легкостью шайбу останавливает арбитер умершивается в игру еще одного братца он будет ворот синяя птица важно сейчас хозяин этого братца не выиграть но тут часто выигрывает его игрок Кумпела бросок и поменялась шайба траектория своего полета ну и к этому оказался готов ворот синяя птица Бучков набирает скорость на один защитника Бумпела полез тут подгребение чуть-чуть не начну на ровном месте захотел сыграть на перемещение клюшки в принципе отрабатывается даже вот это упражнение у долгихров на тренировке но тут чуть было мимо шайбы не махнут подгребельной своя плюшка и надо играть поаккуратнее плюшка и выигрывает бросание воробьев не получается перебросить воробьева со второго получается сделать передачу земницкий здорово земницкий ставит корпус тут горонина толкает в спину это у нас был сынок макаров но продолжаем арбитр встречи не останавливает он уверен в принципе да за такое не удали по такой равной игре а игра у нас сегодня что надо дорогие друзья очень приятно за такой игрой наблюдать игрой равных команд с одинаково острыми моментами у тех и у других ворот и до сих пор даже непонятно кому сегодня улыбнется удачно он пока что свой микроматч первый состав синяпицы выигрывает мы-то с вами знаем что итоговый результат мы-то будем делать после игры со самым вторых воробьев делает вираж к бортику отдает на дороге но дороге немного тут сплакал с приемом подбирает шайбу на сцене и не встречается центр бросок но я просто не устаю повторять как здорово действует Владислав второй у нас еще одна небольшая спичка между игроками ребят у нас конечно страсть но это и понятно никто не хочет уступать особенно хоккеисты вы импела потому что пока что не улыбнулся Удачи в сегодняшней встрече. Ноль. Красуется у него в графе. Заброшенные шайбы, но момент это есть. Кулешов. Набираем. Скорость Иван. Делает вираж. Галкен. Кулешов. Роман Галкен. Бросок Романа. Вот на этот раз здорово. Играет. Кулешов. 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 Не сам уверенным образом он вошел в сегодняшнюю встречу. Но вот со временем набирает. Он уверен из своих действий. И сейчас действует очень хорошо. Пора. Горьба. За шайбу остается. Получит его диска Умпела. Набираем. Сейчас скорость. Бажанов. Бажанов. Пас на пятак. Но нет. Слишком жесткая получилась передача. Вообще не сумел. Какая-то шайба обработать. Елькин. Забрасывает шайбу за ворота. Копылов. Тут Галкен подталкивает спину Копылова. Кулешов. И набирает Кулешов скорость. Видно, что хорошим. Навыком скоростного. Из древнего катания обладает Иван Кулешов. С кровного места. Семенит ногами и отрывается от своего соперника. Костяев отдает на Галкина. Тут потерялся. Копылов. Кулешов. С неудобной руки делает передачу на Костяева. Костяев здорово как разбирается. Соперникам бросок. И спортзащитникам бросок получается неточным. Копылов. Не получилось. Копылова доставит шайбу из зоны. Три с половиной минуты у нас состоится до завершения игр первых составов. Пока что невидимый заброшенный шайб во втором игровом отрезке. Держится у нас все в первом периоде. И пока что автором единственная заброшенная шайба у нас есть Тимут Гаронин после передачки. И устава Юшко. Еще один бросок. И что по центру Юшкоеву после броска Бажанова. Нет уже тайм-аута у тренера Вымпела. Поэтому в случае чего на последний штурм будем заходить по кисте Вымпела билет. Каких-то подсказок тренера. Но вот есть тайм-аут у синей птицы. И посмотрим будет ли им воспользоваться. Будет ли им пользоваться Роман Васильевич. По борту запущена шайба. Демкин. Прошу прощения, это Доронь. Был перепутал. Гороков кто-то и другой команды. А вот шайба в зоне хозяев. Подбирает ее Юшков. Набирает ногами Юшков скорость. Пересекает уже красный рюк. Доставляет шабу в чужую зону. Вот только никто не стремится встречать Юшкова. Юшков классную передачу делает на Доронина. И сейчас много схожий был момент с тем, когда изобразил синяк свою единственную шайбу. Но вот в этот раз не сумел. Конечно, точно акцентированный бросок Тимур Доронин. А вот у нас Юшков. Может быть, небольшие итоги даже уже игры первых составов. Но не с точки зрения счета, а с точки зрения игроков, которые себя в этих двух игровых отрезках проявили. Ну и вот, конечно, в составе синяя птица. Лично я хотел бы выделить Ярослава Юшкова. Здорово Ярослав сегодня играет. Выиграет очень много выбрасываний. Очень часто владеет шайбой. Делает очень важные и хорошие передачи. Нанесет браски, потяжный ворот. Ну и поэтому я считаю, что сегодня в составе синяя птица лучше. На ТМС я команда птица играется немножко хорошо в составе. Бумпела. Тот. Неплохо играют ребята. Но вот кого-то одного выделить тяжело. Все-таки у Бумпела была более командная. Бросок от синей линии. Мимо водителя шайба. Бросал у нас Илья Александров. Галкин. Бросок Галкина. Попадает в шайбу в каком-то из защиты. Но Бумпела, тем не менее, продолжается. Атака птица. Паснут и так. Нет, не сумел сохранить шайбу в зоне Бычков. Бычков. Здорово все делает. Включается в центр. Бросок. Бушевает и шайба. Копылов. Выводит Копылов шайбу из своей зоны. И там проброс. У нас получается 56 секунд. Остается до завершения второго периода. Ну вот так вот. Вместе на то, что синяя птица у нас ведет. Именно они сейчас активно гастят уже по рот. В то время как пистоны Бумпела показки не могут перехватить себе шайбу. И попробовать поатаковать. Вот уже Хваров. Волнов выигрывает синяя птица. Брасок. Брасок. Очень самотвержден. Сейчас играл Копылов. Лег он подбрасывает Галкин. Но Галкин молодец. Сумел бросить. Несмотря на вот это препятствие. Борьба. В углу площадки. Конечно, время играть на руку синяя птица. Копылов. Галкин против Копылова. Уже и второй руку синяя птица. Хочется в руке у меня Бумпел. Выиграл вот это единоборство. Но тут немного перемудрил. В этом моменте Владимир Коврян. К ним продолжается атака гостей. Брасок Бажанова. Еще один бросок. Но это раз Копылов бросал. Немного сейчас засуетились. По кисти синяя птица. Как раз бы контролировали они вот концов сегодняшней встречи. Но вот как-то поторопились в своих действиях. Слушайте, недовольный Роман Николаевич Васильевич. Сейчас активно об этом говорит своим игрокам. Но тут еще один тайм-аут берет. Тренер, ну видимо в прошлый раз тайм-аут брал тренер синей птицы. А вот сейчас уже такое возможности решил воспользоваться тренером Бумпелом. Ну посмотрим. 12 секунд. Осталось сыграть. Конечно, очень важно выиграть вбрасывание. А оно будет в средней зоне. Ну вот если Бумпел сразу выиграет точку, тут же войдет в чужую зону и тут же практически бросит, то можно на что-то рассчитывать. Но почему-то я становился к варианту, что игроки синяя птицы не дадут. Все просто. Так сделать, конечно, очень важно сейчас кто выиграет вбрасывание. Ну, синяя птица. Звенок Костяева на площадке. Ну, выигрывает. На площадке звено Владимира Давыдова. Ну, выигрывает. Красные сетки у гостей. Демкин. Ну, Кулешов. Молодец. Вжимает Демкина в борт. Галкин. Вбрасывает шайбу и звучит сирена. Подошла к концу игра первых составов с счетом 1-0. Одерживает мини-викторию. Какие-то синяя птица. Ну, и с этим мы их и поздравляем. Но результаты будем уже делать после игры составов. Вторых спасибо первым составам за игру. А мы с нами другие друзья оходим на за игру. Пире. Демкин. 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 Продолжение следует... 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 Тут же бросок уступил в штангу, попадает шайба. Ну вот так вот могли удваивать свое преимущество хозяева в расставке четвертого. Второго отрезка, сейчас удаление будет у лимпела первой. В сегодняшней встрече. Вот так вот, вот что значит активное начало. Попала шайба в штангу, продолгалась атака. И потом вот эта активная атака вынудила удалиться игрока в лимпела. И неплохая возможность у лимпицы для того, чтобы реализовать численное преимущество. Сейчас подзывает себе Роман Михайлович Васильев, одного из полевых игроков. Что-то ему активно объясняет. Реализация. Сыно Дмитрия Степанова выигрывает Дмитрия игрока. Разворота между ног. Форвард. Продолжаем. В уголки про Максимо. Суминул, но нет, успел Суминул Сомкнуть свои щитки И Кучайбер преградил Ну вот, здорово на выбрасывании играет Степанов Потому что партнеры немного недопоняли друг друга Бифка в третью зону Борьба Бросок для галочки получился у Дмитрия И поэтому сейчас Васильев меняет свою игровую пятерку Появляется звено Александра Семирякова Остается выбрасывание за Вымпела Ну вот так пока что не идет Это команд большинство Вымпел играл 4 раза в большинстве И все попытки получились очень невразумительные Ну и Синяя птица пока что не может похвастаться хорошим большинством В полном составе через 5 секунд будет играть команда Вымпел Напомню, что удалил Был Сергей Сеческий В полном составе Гостя появился сейчас на льду Наброс поворота Вот тут не сумелся Прорушаем в чужой зоне Матвей Степанов Не будет проброса Разводит орбитр руки в сторону Останавливает Сеческий ошибается в передаче Но тут попадает шайба точно К Белозерске Останавливает Проявляется Новое сочетание на льду Остается выбрасывание Синяя пицца Который играет в две пятерки Который играет в две пятерки Пообой Но это для нас Который играет в две пятерки Не скажется Вот хотя бы Может под два Встреча Как-то и послежее Будет Который играет в две пятерки Посмотрим Ну уходится Один играет в две пятерки Хорошо Выиграет в борьбе Но вот В чем нельзя Убрать на хозяйственную встречу Это Так это в том Как они играют В углу Площадки Как они борются За шайбу Они очень это самоотверженно И как правило Эту борьбу Выигрывают Ну ночь Орбитер Останавливает Тречу Будет бросать В центральном круге Выигрывает Степаново Выбрасывание Паспорт Красную линию Здорово Сидоров Под накасание Открывает Центрального нападающего Бросок Добывание Но нет Не попадает В оборота Выходит 2 в 2 Идет Атака Бросок Поворотом Между ног Сейчас выселивали Галки Труссини Аптицы Но успела Сомкнуть шутки Вышла Шайба Как мне показалась Но причем-то разводит Орбитер Руки в сторону Когда с моей позиции была четверо Видно что шайба Синий линия Покинул Еще один бросок И чуть было не влетело В шайба ворота Но вот так Да Близкие были гости К тому Чтобы Размальчить Счет сегодняшней встречи Но Лучше Поквал Действительно не Белозер На образованиях Немного проседают Такие стрынки А уже Ну не первые образования Они Подряд Проигрывают Но Конечно В красных соревнованиях Играют очень Большую роль Конечно В этом компоненте Надо Зарабатывать Застан Если Подряд Они Сегодня брать Очки Агеев Сцепляю Тут Подкил Агеева Сзади Альбор С Синей Птицей Галкипер Галкипер Степанова Выходит У хозяев На площадку Ну вот Заговорил Я о том Что Добавлять Защитник бросок добивание вот так вот поактивные последние минуты бросок от защитника отбил и самым расторопным на добивание казацлава Митериалов, который с неудобной руки направил шайбу в девятком двору Каляскен 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 вот так вот упомянулось в самом начале репортажа что команды по сути располагаются на одинаковой позиции делят они 10 и 11 место у двух команд по активе одинаковое соотношение количество побед и поражений качество идентичное количество пропущенных и заброшено шайка, наверное, неудивительно, что игра именно так и складывается сегодня на счет 1 на 1 но, наверное, пока что это самый справедливый исход плеча потому что кого-то выделить и сказать, что какая-то команда играет сегодня явно лучше но, я думаю, нельзя но, в то же время остается еще сыграть целых 9 минут целых притча для хоккея это очень внушительное количество времени тем более, что сейчас видно, что бы отучивились этой заброшенной сайбайгость видимо где оковы спали в принципе, что как сумели все-таки не размочить счет уже с логической точки зрения попроще играть в атаке зная, что нет там какой-то непреодолимой для них преграды еще один бросок поворотом не сам уверен образом сейчас разбил сайбок да, вот это филосистки вторая сейчас отрывает ворота вот так о чем ей говорит бравили они в горе сижу в воротах видите вторая шайба подряд полетают ворота для него пилотешки теперь у нас уже наверное две пятерки поздравляют друг друга у Вымпела еще триста два-один вот так вот две быстрые шайбы игра у нас перевернулась на голову и у нас Вымпел выйдет в атаку на троц 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 нельзя уходить в зону партнер еще не успеем пицца покинуть перевод вот и все свежая смущается свежая выходит за ворота не стал делать передачу на пыток делать передачу на гащите перевод на левый план бросок кого-то кого-то из Вымпела просто Вымпела попадает шайба бросок осмотился добивание самое страшное суматох сейчас у ворот Вымпела выручает Максим сильный но вот так вот не хочет семья птица сегодня натирать очки просто должно быть обидно ребята не затратно что вот так пропустили две шайбы хорошие передачи у нас фигарап смешается фунтар гроссов как здорово разобрался с защитником фигарап раскачал того зашет техники рук просто получилось не точно фигарап прорывает концентр только любой сбегает сейчас отрустил шайбу игрок хозяев моп спасибо заходите 1.0 шайба подальше сошла до его крышки опасно ты так нет ошибка передачи Канастен раз только с подвесителя она в защитника и попадает шайба выходит шайба в среднюю зону Степанов включают сразу Степанова удаление будет из синяя птица но вот так конечно не совсем получается обязательным показалось что все таки лунок перехватила немного изостатива из синяя птица но вот это удаление заставит поборанят в темной форме и конечно в первую очередь сейчас там думать о побороне собственных пород тем более что какие-то выпила в реализации добавили я могу поэтому сейчас именно они будут в счете выиграли страдок на лунок бросок от синяя линия принимаешь на себя защитник Адеев отдает на партнера бросок хороший получается бросок у Ивана Курилова но точности бросок на Курилова на Сычевский за ворота на Сычевский отдает на Курилова но тут Курилов как-то неуверенно распоряжается шайбой теряет он ее но пока что не получается выигрывать из северской зоны здорово неописи играет Крэйсен Белл Сычевский сам решет получиться к атаке прострел на пиртах но уверен сейчас играет голкикар не позволяет шайбе отскочить от себя и арбитр так легче останавливает за 6 секунд выхода пятого по его валу хозяин сейчас обращает внимание тренер вызвал внимание своего защитника на то чтобы он играл по игрокам который сейчас выйдет со скамейки и вот тут подъехал по сути Карл улет в момент когда Степанов появится на площадке но вот так конечно просят внимательно играть и голкипер и тренер в таких моментах все скоро появится пятый колевой игрок но вот так чтобы прямо подъехать к бортику для остроповнов который я вижу впервые у нас тут небольшая стычка на пятаке образовалась между игроками и сейчас будет у нас удаление загрубать вот так растащили сейчас арбитры игроков ну да все в принципе понятно эмоции возрастают никто не хочет поступать никто не хочет проигрывать тем более что под заново встречи образовалась у нас такая большая драка ну где наверное никому отдать упочтение нельзя формат 4 на 4 одну минуту поиграют команды появляется пространство для свободного льда тайм-аут берет тренер синяя птица ну и посмотрим кто своим подопечным будет будет Роман Михайлович ласильев ну вот заговорили о том что сейчас такое небольшое пространство для маневра образуется у команды все-таки на 2 хайписта на поле меньше и для той команды где побольше видуальных исполнителей я думаю может сказаться не не маневра не маневра не 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 подошел концу секундный тайм-аут по-прежнему что-то объясняет тренинг по своим подопечным конечно время играет уже на гостей а не на хозяев поэтому я думаю им не надо пытаться что-то сверхординарное придумать в первую очередь не надо думать об воронье своих ворот но вот синяя птица наоборот всеми силами надо идти вперед оборонье тем более что у синяя птица такая победная истерия так что она виделась и где победы подряд я думаю садят ребята на серию как минимум продолжить не улыбнуло не то чтобы серия но все-таки в прошлом туре они одержали победу и вот если обыграть сегодня мы сможем эту серию продлить нам кажется и в атаке серия птица бросок вот Степанова пришлось точно 2 садебника ворот 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 чисто под зону пасты ворот и туда подставка передача заблотский полет ворот ворот и удаление зарабатывает на себе заблотский и совсем так что не кстати его вновь получает сильная птица ворот переусердство сейчас в этом моменте внутри Степанов формат 4 на 3 поиграет команда 7 секунд а потом 53 секунды будет большинство формата 5 на 4 бросок ворот слишком неточно летит шайба появляется пятый игрок и четвертый игрок соответственно еще одно удаление просит из Кубинкового орбита он получит оттуда родители сигнализируют Сидоров обыгрывается от одного игрока Бункова за другим но отбирает Шайба Кубинкова Кубинкова убирает под неудобную делает выраз отдает на защитника бросок неплохо получается бросок у Ивана Сверхунова у Ивана Сверхунова еще один последний бросок на этот раз попадает в поворот существ но никакого трафика не было под воротами поэтому это шайбу это шайбу Данилу было здесь отбить суме вновь тут встает к у игрок вымпела но хотят еще 8 секунд есть но забавно это наблюдать по сути нет уже какого-то чистого преимущества вымпела когда игрок караулит игрока который выйдет системе для оштрафованных но такая тактика и пока что она дивиденды Вымпелок приносит и уходит шайбак зона синей птицы 3 минуты остается до завершения встречи 2 в 1 впереди вымпел и уходит шайба в среднюю зону но Забловский там все здорово тут делать не теряет шайбу Полякен заставляет шайбу в чужую зону смещается в центр но тут можно было две раз сборки попробовать сделать выходит партнер подключается но делает не точную передачу в борьбу вступает в Умпел активно поборос Владимир Балакан Калякен лучший кругл площадки шайба делает вираж отдает на Степанова пас на ПК не получается против разворота здорово играет оборона гостей перевод на Агеева Агеев смещается в центр бросок останавливает орбит встречу за две минуты до ее завершения не не команда игровой сурштани выиграет сурпан выбрасывание на ровном на ровном месте все здорово на самом деле Сидоров делал в этом моменте все дальше надо делать глядя и акцентировать борьба в последняя зона остается снова истинная птица чистый плот в зону подключается тут уже лисицы к атаке и свою зону начинают сурлая атака хозяев Сидоров вот вновь на ровном месте теряет равновесие в Сидоров даже это был не приступат Сидоров атака от Вимпела чистый ход в зону прострел на пятак ну вот как-то затянулся передача левого края нападающего Вимпела 30 секунд завершения почему-то не рискует тренерственной птица или снимает голкипера давай дать шанс ли по шестому полевому игроку быстро терять тоже нечего борьба в углу площадке пас на пятак но это опасно но тут побыстрее продолжается бросок гол но тут знаете хочется повторить знаменитую фразу которая вот произнесена во время чемпионера 38 года в России в Голливуде до такого додуматься будет не смогли да за 14 секунд до завершения встречи сравнивает счет синяя птица и еще остается два два Дмитрий Степанов спасает свою команду и пока что мы близки к тому чтобы встреча совершилась в ничью с с с с с с с с с 2 2 2 2 2 2 2 2 2 классную игру продемонстрировали нам команду которая держала в напряжении до самой последней секунды и увидели мы развязку за 14 секунд но конечно можно понять расстройства хоккеистов хоккеистов вымпела и наверное счастья на синяя птица спасибо командам за эту игру для вас сегодняшнюю встречу подготовила медиагруппа в спорте любите хоккей друзья до новых встреч в течение 3 3 3 2 4 2 3 2 2 и 4 2 5 6 5 5 6 6 Продолжение следует...